Последняя баночка у меня осталась с прошлого года, которую я закрывала ровно год назад Я ее сегодня для вас открываю Посмотрим, какие они у нас ровно через год Смотрите, целенькие, не распадаются, ничего, абсолютно Вкусно! Добавляем лучок, огурчики и кушаем вкусный салат Всем советую! Очень вкусно и пригождается в приготовлении разных блюд Всем привет, друзья и гости моего канала! Делюсь с вами очередным рецептом на зиму Рецепт этот, вернее способ заготовки помидоров на зиму не совсем обычный Пока я не попробовала так заготовить свои помидоры, я тоже не верила И я думаю, что вы и сейчас смотрите, тоже не верите Да как так? Как может быть? Ни соли, ни уксуса, ничего Помидоры получаются как свежие Их можно использовать для салатов, для бутербродов, в пиццу Очень классно они подходят зимой, я их использую В этом году закрою побольше баночек, потому что они очень вкусные И очень пригождаются в любых блюдах Итак, помидоры Что касается помидоров, здесь выбирайте не совсем спелые Для того, чтобы использовать в салаты Пусть они будут более такие тверденькие Кстати, очень отлично подходит сюда сорт сливка Они более мясистые и не такие сочные Банки, банки могут быть абсолютно любые У меня сегодня вот такие вот Здесь примерно по грамм 700 Крышки у меня закручивающиеся, винтовые Можно использовать под закаточный ключ Банки я не стерилизую, ничего с этим не делаю Просто хорошенечко мою Крышки тоже хорошо промываю Если переживаете, можете потереть баночки с содой Все, дальше мы берем дощечку для удобства Баночки в сторону Берем дощечку и помидорку напополам И удаляем вот эту вот часть Она нам не нужна, она некрасивая Вот эту вот плодоножку И просто помидорки отправляем в банку Можно сделать и целиком Но так как половинками их просто-напросто больше войдет А я экономлю банки У меня они заканчиваются Поэтому так больше просто помещается Можно вот так вот отрезали напополам И в банку Таким образом наполняем баночки Я вам сегодня покажу на примере двух банок Чтобы ваше время не отнимать А вы делайте сразу побольше Потому что зимой, открыв, вы будете приятно удивлены Так, вот такой вот помидорчик Видите, попался, я его не использую Помидоры должны быть без червоточин Целенькие Без подгнивших каких-то частей Смотрите, помидорки в банку я сильно не уплотняю Не утрамбовываю Достаточно просто немножечко потрясти И они там сами улягутся так, как им нужно У меня как раз кто-то в комментариях Недавно спрашивал А что делать, Юля, ты делаешь вот заготовки Нам показываешь А я вот не ем сахара Или там мне нельзя много соли Или чаще всего в комментариях Что нельзя уксуса Люди заменяют на лимонную кислоту Скажу честно, какие-то консервированные Такие, ну, заготовки Мне не нравится с лимонной кислотой Я везде использую 9% уксус И вот вам как раз сегодня показываю Вариант без уксуса И те, кому нельзя сахар Здесь ни сахара, ничего Сказали бы мне еще там года 3 назад Что такие помидоры будут стоять Без всяких консервантов, да? В моем случае уксус Я бы не поверила Пока я сама не попробовала А какие вкусные зимой жареные яйца Мне нравятся с добавлением этих помидоров Объедение просто Все, друзья, баночки наполнены Вот так вот я немножечко их потрясла Тут все улеглось, утрамбовалось Руками я не давлю ни в коем случае Чтобы не вытек из помидоров сок Дальше нам необходима вода Но единственное условие Вода должна быть кипяченой Я заранее поставила, вскипятила чайник Налила водичку вот сюда В свой ковшик И довела ее до того состояния Пока я спокойно сюда Опускаю палец и мне не горячо То есть градусов 30 примерно И вот этой водой я заливаю банки До самого верха И что же делать дальше А дальше я беру кастрюлю Любую подходящую Чтобы была примерно по высоте банок Я беру любое полотенце, тряпочку Кусочек ткани Застилаю на дно кастрюли И устанавливаю сюда банки Одну и вторую Затем прикрываю крышками Но не закручиваю Просто сверху их кладем И все И теперь сюда в кастрюлю Нам необходимо по плечике банки Налить воды Вода точно такой же температуры Как в банках Тоже 30 градусов Но можно не кипяченую И наливаем по плечике банки Это вот здесь Все, друзья И отправляем на огонь На плиту И как только, друзья Вода у нас вот здесь В кастрюле У меня сейчас стоит максимальный огонь Как только вода закипит Я огонь убавляю На средненький Чтобы она не сильно так выкипала Бурлила И засекаю время Для моих 700 граммовых баночек Засекаю время 15 минут Если у вас банки литровые Вам достаточно будет 17 минут Если баночки пол-литровые Можно и в пол Я в прошлом году закрывала В пол-литровых банках Кстати, я одну баночку Специально в конце этого рецепта Открою Прошлогоднюю И покажу Какие получаются помидоры Я в прошлом году закрывала В пол-литровых банках Очень удобно Баночку открыл и использовал Если пол-литровые Вам достаточно будет 12 минут Все Ждем И засекаем время Дальше банку аккуратненько Достаем Аккуратненько Потому что все это горячее Закручиваем крепко Либо закрываем закалточным ключом И готово Вот и все, друзья У меня прошли 15 минут Я аккуратненько достаю банку И закручиваю крышку Плотно-плотно Хорошенечко И дальше я банку переворачиваю Верх дном Достаю следующую Закрутили И перевернули Вот так вот И в таком виде я свои банки Оставляю до полного остывания Ничем я не укутываю Ничего Они достаточно у нас прогреты И дожидаемся Пока остынут Дальше Такие помидоры Отлично хранятся Просто в квартире И, друзья Чуть не забыла Я же вам обещала Показать свою баночку Последняя баночка У меня осталась С прошлого года Которую я закрывала Ровно год назад Я ее сегодня Для вас Открываю Сейчас Оп Воздух Зашел Таким образом Я открываю Такие крышки О Открываем Достаем Помидорчик И посмотрим Какие они у нас Ровно через год Как раз попался Помидор Сливка Смотрите Сейчас я ближе вам покажу Вот Посмотрите И получаются Вот такие помидорки Да, они слегка мягкие Но Салат Из них Можно приготовить Посмотрите Какая красота Сейчас еще одну достану Смотрите Я пробую Помидорчик Смотрите Целенький Не распадается Ничего Абсолютно Вкусно Добавляем лучок Огурчики И кушаем Вкусный салат Вот такая Вот заготовочка На зиму Всем советую Очень вкусно И пригождается В приготовлении Разных блюд Все На этом все До новых встреч Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok